так ребят всем привет приехал сегодня в гараж надо было смотреть цепление что-то тут немного помудрила вот ну и решили мы короче разобрать цепление она у нас штуцер вылетел с педали сейчас я вам покажу сейчас я вам покажу так ну вот он сам цилиндр сцепление и он короче вот этот шток оттуда он вылетел и получилось когда начали прокачивать поршень ушел вниз и больше короче не вылазит поэтому время уже поздно нового нету мы решили придумать туда резинку эту пружинку поставить вовнутрь и поршень вот он ходит туда-сюда сам немного не намного но ходит сейчас мы поставим и соберем все обратно и будем пробовать прокачивать по идее он должен прокачаться и уже заработать как снимать его я вам все покажу вот здесь у нас самого трубка куда вставляется вот это вот трубка тоже от самого цилиндра и здесь же штуцер прокачивать вот он пока у нас здесь сейчас мы будем обратно собирать я вам покажу как что куда он вставляется он у нас под педалью тормоза находится вот он у нас сам провод там у нас крепление вверху вот и сейчас будем пробовать так ну вот мы в принципе собрали его там ничего сложного нету вот он получается у нас на немного но ходит уже сам сейчас будем пробовать его ну да он короче вращается уже возвращает сама обратно ненамного но возвращается вот сейчас мы резинка тоже не отсюда с другого сейчас мы будем устанавливать его обратно и уже я там сниму тогда покажу про сейчас неудобно будет снимать но я вам так примерно покажу вот он вставляется вот так у нас вот сюда вставляется и потом про вот сам шланг вот этот туда пропихивается в дырку в отверстие и вот на вот это крепление вот это двумя болтами которые здесь вот тут вот она у нас он крепится сейчас мы попробуем установить и дальше вам уже все расскажу так пропихиваем мы шланг который у нас он выведен на под капотом на бачок где будет у нас уже этот тормозная жидкость вот он шланг мы его сейчас проведем выведем это мы уже закрепили вот цилиндр вот он стоит там сзади все так где риска вот это там стоит вот такая вот блестящих как она штучка так и который заткнул ее и все чтобы он не туда не сюда не выходил вот и сейчас мы будем пробовать его уже закручивать всем привет ребят ну что вчера мы делали на ровере сцепление датчик той датчик главный цилиндр сцепления вот но это пружинка в принципе она тоже не помогла вот должно я так понял он должен выходить месяц цепление цепление должно этот поршень выдавливать обратно и туда вот сегодня выехал на работу поеду сегодня подольск поэтому по дороге заеду в разборы возьму с разборки этот сам цилиндр подходят они от бмв е39 кузове пятерки там тройки и так далее роверский скале не покупать потому что он но плохой поэтому будем короче купать от бмв сколько он стоит точно неизвестно кто горит 800 рублей 1000 рублей полторы тысячи но в таком районе 2000 там мы уже будем смотреть так сегодня если куплю то буду делать вам покажу буду снимать рассказывать потому что видео очень мало про роверов будем делать смотрите так ребят всем привет наступил следующий день вчера мучились сцеплением ничего у нас не вышло никакая пружина туда не вставляется и не надо вставлять кто будет пробовать короче все это геморр мы все таки решили поехал я на разборы взял новую вот она 1000 рублей андал для нее она от бмв такая более качественно сделано вот старую выкинем или оставим там резинки вроде более менее хорошие сейчас будем устанавливать уже на ровер будем ставить покажу так ребята поставили мы сейчас настрою вот поставили моего новый цилиндр сейчас мы его закрутим там у нас две гаечки точнее два болта раз и вот это два закрутим и уже неудобно конечно значит сделать приходится сейчас его поставим сделаем на педали еще ограничитель надо поставить у нас он ограничитель на педали на педали сцепления он стоит вот там отверху вот здесь вот здесь он нету увидите и педаль выходила поэтому скорее всего шток и вылетел вот сейчас мы туда резинку поставим и уже будем пробовать прокачивать снимаем мужик пятый раз наверное у нас получается мы вставляем новый и вот шланг который вставляет сюда здесь он вот в эти риски такой зажим типа буквы п сюда вставляется там он почему-то не подходит к новой либо прорез тоненький здесь вон какой прорез там у нас поменьше либо еще что сейчас опять снимаем мы первый раз ставили у нас вылетел второй раз поставили вылетел третий раз мы поставили уже прорезать дырки он не вылетел но начал подтекать поэтому сейчас наверное те внутренности вытащим поставим сюда потому что это он не тек ничего вот самое главное вот здесь проблема сейчас снимем и будем уже смотреть так собрали мы ну точнее начинаем собирать прокачали вроде все нормально вот качали и у нас сцепление восстановилась сейчас жесткая такое аккуратненько собираем вот этот ящичек обратно ставим там мы все заделали вот эти труб трубку он то который блестящая она вставляется для тормоз здесь у нас прокачка вон он штуцер и собираем для аккумулятора уже вот здесь у нас тоже все собрали там внизу стоит вот все и сцепление уже так ребят но в принципе на сегодня все вот сейчас выйду проверю как она будет работать туда-сюда потрогаюсь если будет нормально то все смотрите всем спасибо за просмотр и